Приветствую вас, мои дорогие близнецы! Это ваш расклад на октябрь месяц. И первая карта для вас, мои дорогие близнецы, это карта Паш Жезлов. Паш Жезлов показывает. Здесь показывает то, что вы уже на начало месяца октября должны прислушивать к чему-то. Даже то, что вы ходите на улице, обращайте внимание. Для кого-то может быть какие-то сны, где вы должны как-то на всё это обращать внимание, потому что вам как будто даётся какая-то подсказка для того, чтобы вы на чём-то обратили внимание. Следующая карта, мои дорогие близнецы, для вас. Мы посмотрим на это. Ну вот, шестёрка Жезлов показывает. Вы должны обращать внимание для того, чтобы вы одержали победу, потому что вы уже какую-то победу уже одержали. Вот именно то, что касается того, что вы хотели изменить чего-то для вас. Вы одержали эту победу. Но всё-таки уже на начало показывает, что всё-таки будьте внимательны, прислушивайтесь, обращайте внимание на то, что вам это даётся. Следующая карта, мои дорогие близнецы, для вас. Это карта Колесница. А Колесница показывает. У вас идут новые какие-то быстрые перемены. У вас идёт чего-то начало нового. Вы как будто знаете, чего вам нужно уже для того, чтобы вот эту победу не потерять. Вы контролируете эти ситуации. И даже могу сказать, что вы прислушиваетесь. Вот то, что вам говорится. Следующая карта, мои дорогие близнецы, для вас. На середине месяца октября. Это Императрица. Получение своих плодов. Вот вы получаете своих плодов. То, что вы посеяли своё время, то и получается. Конечно, здесь можем сказать, что если посеяли хорошее, то пожмёте хорошее. Если посеяли плохое, то всё вернётся то, что вы сделали. Следующая карта, мои дорогие, на середине месяца для вас. Это Верховная Жрица. Верховная Жрица здесь может показать то, что вы благодаря своей мудрости, благодаря то, что вы Императрица, вы знаете, чего вы хотите. Вы женщина мудрая. Вы женщина, которая осознаёт какие-то вещи в своей жизни. То вы получаете ваше благо. Вы получаете ваше то состояние, которое вы давно ждали. И здесь ещё могу сказать, что для некоторых людей, может быть, уже в октябрь, в середине месяца, вы узнаете какую-то тайну. Для вас откроется какая-то тайна, которую вы не знали. Следующая карта, мои дорогие, для вас. Это карта Рыцарь Жезл. Вы боретесь. Даже то, что вы горите изнутри, даже то, что у вас состояние может быть иногда, то, что шатается, вы боретесь. Я здесь могу по этой карте сказать, эта карта хорошая. Боритесь. Не останавливайте, потому что только через борьбы вы достигаете новые какие-то ваши новые вершины, новые достижения, которые вы хотите в своей жизни. Следующая карта, мои дорогие, это на конец месяца Восьмёрка Жезла. Почему я сказала, что у вас быстрые перемены? Уже они начинаются с октября месяца. Вот начало. У вас очень быстро. Даже, может быть, какие-то мелкие, там, что для вас. Но они очень быстро достигаются. Они меняются очень быстро. Следующая карта, мои дорогие, на конец месяца, это карта Королева Пентакли. Королева Пентакли показывает то, что уже в конец ваша стабильность есть, ваши финансы на месте. Вы женщина. Вот для женщины могу сказать так, что даже то, что вы столько времени боролись, у вас уже приходит то, что вы должны как-то остановиться. Вот то, что вы понимаете, уже у вас финансы вот есть, у вас есть стабильность есть. Следующая карта, это карта Совета. И посмотрим, что Высшие Силы вам подсказывают на конец месяца. И эта карта у нас Восьмёрка Пентакли. Восьмёрка Пентакли показывает. Вы мастер своё дело. Благодаря своему мастерству вы поднимаетесь и финансы, и ваше внутреннее состояние, и даже ваша стабильность. Даже то, что там, где вы работаете, знаете, вас это ценит. Даже в семье, вот то, что вы как бы стараетесь, даже люди, которые не в отношении, они борются для того, чтобы у них были эти отношения. Поэтому, мои дорогие близнецы, конечно, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале.